Я думаю, полиция меня не догонит. Оооооо, вы видели вот это тактика галактика? Я слышал, что ты хочешь разбогатеть в мире стонксов. Мне не нужно обучение, мне нужен стонкс, мать твою. Покажи мне, как зарабатывать. Хочу стать миллиардером. Переписка с собакой. Симулятор человека. Просто тупая игра. И другие, не менее трэшовые и странные проекты вы увидите в этом ролике. Так что обязательно досмотрите его до конца. А также влепите огромный, прям сейчас я вам покажу. Прям вот такой вот лайк нужно будет влепить в камеру, он не помещается, блин. А еще лучше давайте мы соберем 10 тысяч лайков под этим видео, тогда вы меня очень обрадуете. Потому что сегодня я буду тотально кринжевать. Ведь видео это мы начнем с переписки с собакой. Это ведь так интересно, наверное, переписываться с собакином. И давайте мы напишем собаке, привет. Что, что, хм, собака? Давайте мы возьмем подсказку. Пришли фото, запиши голосовуху. Как дела, собака? Интересный получается интеллектуальный диалог. Чем занимаешься, собака? Собака, запиши голосовуху. За то, что ты посмотришь видео от спонсора, скину тебе голосовое. Я плачу все монетами, собака, я богат. Что-то у меня не хватает монет. А, нет, смотрите, она реально прислала голосовуху. Собаке нам прислала голосовуху. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вполне себе! Собака прислала нам голосовуху! Переписка с собакой! Это же просто замечательно! Так, что еще это могу сделать? Я могу попросить прислать ее фото. А ну-ка, пришли фото. За то, что посмотришь видео. Или пришли мне денег, если ты хочешь мои фоточки собачьи. Ладно, я плачу монетами фоточку, давай. О, такой милый собакин, окей, что еще я могу ей сказать, если я ей скажу гав-гав, как она отреагирует на гав-гав, гав. А если я в ответ тоже скажу гав, гав, а если я скажу гав, понял, все, зря быканули, зря быканули. Максимально странная игра, и причем у нее несколько тысяч скачиваний, задерживаться мы в ней не будем, давайте мы сразу перейдем ко второй игре, которая называется симулятор человека, и она супер минималистична, я даже не до конца понимаю, что здесь происходит. Вот есть какой-то нарисованный человечек, я, видимо, могу поспать. Ага, я поспал, это дало мне энергию, давайте мы потыкаем на что-нибудь. Еда, мы можем есть, и это будет давать нам пищу. Очевидно, блин! Так, настроение я могу каким-то способом себе повышать, и могу работать, непонятно зачем. Ну давайте мы метелкой немножечко поподметаем, мы потратили энергию, потратили голод, мы много чего потратили и заработали 10 монет. Теперь мы можем отправиться, судя по всему, в местный магазин, и одежда стоит 25 монет, но дает x2 энергии. 25 монет это как-то очень много, мне ведь еще на что-то жить надо, давайте мы радость себе поднимем. И у меня сейчас кончится энергия, вот все, у меня кончилась энергия. Как мне восстанавливать энергию? Нужно время от времени кликать, давайте мы еще немножечко покушаем. Мы можем, кстати говоря, есть за монеты, но нет, мы опять просрали всю энергию, и энергия здесь восстанавливается как-то очень и очень медленно. Вот опять нам дали 5 энергий, мы можем еще немножечко поработать. И у меня есть 15 монет, этого мне в любом случае не хватит. И еще здесь можно обучаться за 50 монет и 25 энергий, вы что, издеваетесь, блин? И у этой игры тоже тысячи скачиваний, как и зачем люди в это играют, я не понимаю, слишком сложно, блин. Ну вы серьезно? Ну еще давайте энергии. Во, у меня сейчас хватит денег на одежду. Так, 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 все идеально. Так, 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 и бум, мы купили новую одежду, у нас есть футболка. Следующая одежда будет стоить 1000 монет. Вы что, с ума сошли? И да, мне теперь дают по 10 энергии, опять могу покушать. На всю эту энергию восстановилась половинка. И это очень странный кликер. И вам просто хотел показать, что он существует. Давайте мы медленно будем переходить к более интересным проектам. К тупой игре. И нет, я ее не обижаю, это ее название. Тупая игра Краб Удар. Вот так она называется, и я думаю, она нас впечатлит. И да, она меня впечатлила уже с самого начала. Ё-ка лэ-мэ-не. Че происходит? Так, ежедневная награда мне дали, хрен пойми кого. И если вы целую неделю будете играть в эту игру, вы станете калоуном. О, боже мой, какой кринж. Ладно, давайте мы поиграем в нее. И это у нас онлайновая игра. То есть мы будем играть против реальных людей. Мы должны истреблять других игроков, чтобы получить большой приз. И пока что я здесь один. И, кстати говоря, игра выглядит не так уж и кринжово. Здесь неплохое управление. Графон местами, конечно, очень всратый. Но я не буду, так сказать, судить строго. Вдруг это их первая игра, кто знает. Мне интересно, как они выбирали название для своей игры. То есть они сидели, 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 открыли свою игру. Вот так побегали, побегали. Вот так перепрыгнули через какой-нибудь сучок. И решили, что это тупая игра. Какой-нибудь программист прям так и написал в чат, что наша игра тупая. И один из менеджеров решил, что это отличное название для игры. И игра начнется буквально через секундочку. Что я должен делать? Какие-то бомбы падают. И я должен перекидывать их в других игроков. А, подождите-ка, я понял, я понял, я понял. Перекинул бомбу на него. Он перекинул бомбу на меня. Э-э-э, всё. Не-не, да блин. А как, а как здесь победить-то? Я убегаю, всё. То есть он через всю карту попадает в меня этой бомбой. Куда стоять? Боже, какая сраняя не игра. Серьёзно, в это играть просто невозможно. Вот я кидаю прямо в него бомбу. Всё, отстань. Он мне передаёт эту бомбу обратно за секунду. Так как мне победить-то, блин? А если я буду вот так вот в движении это делать? О, всё. Убегаем. Замечательно. Теперь он нас не догонит. А, куда? Чё, думаешь меня догнать? Ну, давай, попробуй. Я мастер-паркурист 3000. Где ты там? Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Не дог... Да как он меня догнал-то? Стоять, подонок. Всё. И сколько я должен ещё продержаться? Минуту? Ну, это же невероятно скучно, блин. Я думал, будет что-то гораздо повеселее. Ну, хотя здесь неплохая механика бега и паркура, я бы вот добавил в эту игру какие-нибудь паркурные уровни. И мне кажется, он меня больше не догонит. Меня невозможно догнать. Я как грёбаный спидрансоник. Ну, давай, давай, попробуй. Я буду по кругу прыгать, и хрен ты меня достанешь. Где он вообще? Внизу чё-то там делает. Ой, я упал. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Начинаем ускоряться. Ну, ладно, тупая игра. Не буду в неё играть. Поиграю в лучший симулятор хакера Анонимуса. Здравствуй, начинающий хакер. Я твой учитель, и сейчас кратко веду тебя в курс дела. Блин, это так срота выглядит. Кликами по монитору ты должен зарабатывать первые монеты, видимо. Биткоины. А я пока подожду для дальнейших объяснений. Да, конечно, жди. Вот я что-то взломал. Взлом прошёл успешно. У меня энергия кончается. Зачем они пихают во все игры эту грёбаную энергию? И за 20 строк кода мне дают несколько коинов. И теперь, заработав первые деньги, нажми на кнопку под монитором. На какую кнопку под монитором? Она над монитором, идиот! И мы можем написать чит для игры. И фу, какая мерзопакостная задача. Вот прям, фу, плеваться хочется мне от этого всего. Также мы можем написать вирус. Взломать сайт. А ну-ка, давайте-ка мы попробуем взломать сайт. Ага, для этого нужно, видимо, больше коинов. Ну, давайте мы напишем чит. Как бы это не было грустно. Окей. А что я вообще сделал-то? Нужен более мощный ПК, чтобы этим заниматься. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Взломать сеть ПК. Украсть данные. Слить данные. О, боже мой, это жестко. Обнулить щита. Взломать Пентагон. И охренеть. Да, очень интересно. Так, напишем чит. Попробуем. Итак, как говорится, начиная с простого. Вот и тут вам предстоит за максимально маленький срок написать чит к игре для его продажи и распространения. Кстати говоря, осуждаю и не поддерживаю обеими руками. Поэтому кликайте по клавишам настолько быстро, насколько сможете. Каждая потраченная вами секунда лишает вас денег. Удачи. Что? Я должен буду кликать? Давайте. Клик. Спидран по кликам. Давай. О, вот это вот я быстро код пишу. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее. Это что-то как-то очень сложно. И сколько я секунд буду вот так вот кликать? Мне кажется, я заработаю очень мало денег. У меня сейчас уже пальцы поотваливаются. Я задолбался кликать, честное слово. А, мне нужен какой-нибудь самокликер. Ну-ка, я не понимаю, я должен заполнить эту полоску сверху? Да у меня уйдет целая вечность, чтобы ее заполнить. Ну давайте, спидран по кликам. Я думаю, что я заработал миллионы. Я сейчас буду самым богатым хакером на этом сраном континенте. Давайте посмотрим на результаты. Игра кончена. Да, игра кончена для моих врагов. Столько времени прошло. Вы не написали код? Что? Итого? Мне дали 0 коинов и 0 репутации. Я потратил 3 коина и получил в ответ 0? Это какая-то шутка. Поздравляю, вы закончили обучение. Поздравляю! Ты идешь в жопу, а я иду в другую игру. В игру под названием «Прыжки через очередь». И звучит как-то максимально кликбейтно. И вот у нас есть очередь. И мы должны ее вот таким вот образом отходить, чтобы нас не спалили. Серьезно? Вот это вот прикол. А почему люди не бомбят? Хотя они немножечко так бомбят. И главное не попадаться вот всяким строителям и всем остальным. Хотя я думаю, я не попадусь. Опачки. Все замечательно. Опа, опа, опа. И все. Я считайте прошел. Я сейчас получу свои халявные панкейки. Осталось 16 панкейков. И что за... Зачем он их ударил? Что это было? Это было очень странно. Типа, вы не успели на панкейте, получайте в пузо, блин. Это было жестоко. Мне это не понравилось. И серьезно? Весь смысл этой игры в том, что мы вот таким вот образом оббегаем очередь. А если я буду попадаться с противником, то что произойдет? Они будут злиться. А если я вот так попадусь? Ничего не происходит. Мне нужна звездочка. Отлично. Еще немножечко пробегаем. Я, по идее, могу целых три звезды заработать. Давайте попробуем. Первая звезда. Ага, за мной гонится полиция. Я прибежал первым. Еще 19 панкейков осталось. 19 телефонов. И давай опять в пузо. Жестоко, очень жестоко. Всего одна дамочка выжила после его коварного удара в пузо. Так, давайте я прокачаю себе скорость. Прокачаю себе розыск. И осталось 42 человека. Давайте я сейчас на максимум буду выбегать. Вот таким вот образом. Пофиг на звезды. Пробегаем. Я думаю, полиция меня не догонит. Вы видели? Вот это тактика галактика. Охренеть. Вот это было хайпово. Резко всех пробегаем опачки. Че, кого? Меня здесь нет. Все нормально. Еще немножечко. И 23 человека еще могут пройти. Фантастика. Давай, пина этого ниндзя. Отрубили почти всех. Опять одна дамочка осталась. Мы разблокировали новый скин. И опять же не могу понять, почему в эту игру играют тысячи людей. Но это не смешно. В ней одна скучнейшая механика и магазин со скинами. Вот какие скины здесь есть. Здесь есть скин Черной Вдовы. Есть скин какого-то панка. Есть скин из Лиги Легенд, кстати говоря. Есть различные трейлы, которые разблокируются на других уровнях. Ну давайте мы пройдем еще один уровень. Черт, я забыл прокачаться. Ну да пофиг. Здесь, в принципе, достаточно легко играть. Вот таким вот образом. Сейчас этот полицейский будет за нами гнаться. Изи пизи лаймон сквизи. Да, в принципе, я думаю, полицейский меня не догонит. Вот сейчас он опять будет прыгать. Главное вовремя увернуться. И все. Изи. Это очень простая игра. Здесь нет каких-то интересных препятствий. Здесь ничего нет, в принципе. И мы разблокировали трейл. Я, по идее, могу его сейчас купить за монеты или только за рекламу я могу его получить? А, только за рекламу. Нет, тогда не хочу. Я хочу тогда еще немножечко прокачаться. И вот вам потрясающая невероятная игра. О, сейчас быстренько стартану. И здесь уже пять звезд розыска. Я сейчас себе сброшу одну звезду. Я теперь бегаю за полицейского. Опачки. Он врезался в другого человека. Но единственная веселая вещь, которая есть в этой игре, это вот этот вот полицейский, который прыгает и врезается во все подряд. И еще немножко распинываем их. И переходим к следующей игре, потому что нам очень нужно хайпануть. А для хайпа у нас есть стонкс тайка. И как вы уже догадались, в этой игре мы будем стонксить. День первый. Добро пожаловать на стонкс маркет. О боже мой, я думал, что это рофл какой-то. Но нет, это не рофл и не скам. Такая игра существует. Здорово, это я, стонкс гай. Я слышал, что ты хочешь разбогатеть в мире стонксов. Ну давай мы разбогатеем в мире стонксов. Давай, поехали. Мне не нужно обучение. Мне нужен стонкс, мать твою. Покажи мне, как зарабатывать. Хочу стать миллиардером. И мы начали становиться миллиардером. Мы что-то купили, получили деньги. И, кстати говоря, игра выглядит стилево. Геймстарт. Ммм, они что, делают игры? Думаешь? А ладно, не важно. Главное, стонкс. Это вот как сейчас разработчики делают игры. Им не важно, насколько качественная получится игра. Они просто хотят бабок. Особенно в мобильных играх это видно. Эта игра в этом плане даже немножечко ироничная. Потому что она не запускается, если у вас нет интернета. Чтобы вы смотрели в ней рекламочку. И чем больше вы будете смотреть рекламочки, тем больше разработчики получат денег. Я вот получил опять какую-то награду. А на что я буду тратить эти деньги? И... Ааа, посмотрите, кто это тот будущий миллионер? Хочешь пойти на следующий уровень? Хочу, давай. Как прокачиваться? Покажи мне. Ага, я понял. Когда эта полоска заполняется на максимум, мы можем получать больше денег. И как мне заполнить эту полоску на максимум? Я должен вкладывать в нее бачи. Ну, давайте мы вложим в нее бачи. Нужно еще немного денег. Как раз таки нам эта штука деньги приносит. Вот я сейчас все свои деньги в нее вложу. И все будет очень-очень просто. А дальше мы, судя по всему, будем покупать автомайзеры различные, другие бизнесы. Дальше у нас будет пар с кьюрского периода. И да, я знаю все это. Хватит меня обучать. Я тут самый главный стонксер. Ты вообще видел, какие у меня графики невероятные происходят? Давайте мы еще немного прокачаем эту штуку на все деньги. Копочки. Замечательно. А какие здесь есть бонусы? Ага, я могу посмотреть рекламу и будет дабл кэш. Нет, спасибо, не интересует. Это на второй день разблокируется. Это тоже. Да все, на второй день разблокируется. Мне срочно нужно достичь второго дня. А для этого мне нужно накопить тысячу бачей. Ну это изи. Давайте. Нужно прокачать эту штуку, чтобы она нам приносила тысячу долларов. И я до этого дойду. А, все, я уже могу разблокировать, да? Давайте разблокируем. Замечательно. Очень все просто. Теперь я буду получать еще больше денег. Будет еще больше стонкса. И ты сделал это. Ты быстро растешь. Да, поэтому не отвлекай меня. Я продолжаю свой рост. Прокачиваю парк юрского периода. И когда у нас наступит второй день? Второй день наступит, когда у нас будет 100 тотальных стонксов. Че за 100 тотальных стонксов? А, это у нас 100 прокачек. Вот как они, интересно, называют прокачки. Ну давайте мы прокачаем все это дело. И осталась одна прокачечка. Все. Прокачали. Замечательно. Забираем непонятные золотые слитки. Ты свали и не мешай мне. Я сам разберусь, как мне тут вести дела. И теперь мы должны собрать 25 тысяч. И вот это вот может затянуться надолго. Давайте мы прокачаем все это добро. Я думаю, мне сейчас гораздо выгоднее прокачивать парк юрского периода. Потому что он мне приносит 20 тысяч. Я вот уже выполнил это задание. И, видимо, сейчас мы перейдем ко второму уровню. Делаем кэш-аут. Что такое кэш-аут? Что такое? Пришел босс, видимо, забрать наши бабки. А, нет. Что происходит? Не важно. Главное, чтобы бабки не забрали. Делаем кэш-аут. И только не говорите мне, что они заберут у меня все предприятия и деньги. Ну-ка. Конвертируй свои стонксы и деньги в криптообменники. Да ладно, серьезно? Ну-ка, давай-ка. Через 3, 2, 1 мы будем этим заниматься. И тапаем, 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 тапаем. Изи. Первый уровень. Ой, а это сложнее, чем кажется. У меня осталось 5 секунд. Хотя бы до второго уровня хочу дойти. Доги, вылез. Доги, помоги мне. Все, до третьего уровня я не дойду. Но я пытался, честно, я кликал как мог. Что-то я получил. И замечательно. Теперь мы не обложены никакими налогами. Серьезно, я свободен. Я получил какую-то папку. Видимо, с помощью этих штук мы можем прокачиваться. Окей. Звучит интересно. И да, у меня не забрали мои предприятия, судя по всему. Глава пройдена. И это, на удивление, прикольная игра. Мне нравится. Начинается второй день. Дальше у нас разблокируются новые предприятия. А, нет, у меня все забрали. То есть после каждой главы мы будем начинать игру заново. А вот эти вот коины мы будем тратить на различных персонажей. К примеру, на мастера шефа. По идее, это отсылка на мастера чифа. Я так предполагаю, что он как-то связан с автоматизацией. Здорово, мастер-шеф. Че, че за новый рецепт приготовил? Ой, помню еще вот эту вот штуку, которую я готовил. И че произошло? Ну, а Стонгс, теперь она гореть! Потому что я не вытащил ее вовремя. О, это отстойно. Я не совсем понял, зачем этот мастер-шеф мне пригодился. У меня процессы не автоматизированы. Деньги я собираю, как обычно, сам. И это как-то очень грустно. Но давайте мы выполним еще пару заданий. Или вот, может быть, я сюда могу его запихнуть. Или... А-а-а! Я его, скорее всего, запихну в бизнес за 10 тысяч. Это как-то не очень выгодно. А могу я еще кого-нибудь купить? О, а это че такое? Нет, это мне не нужно. Вот здесь нужно кого-нибудь купить. Нет, у меня не хватает! Не хватает денег! Нужно донатить! А я не хочу донатить! По идее, нужно накопить всего порядка 10 тысяч. У меня на это не должно уйти прям настолько много времени. Но все же время слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на стонкс. Я должен вам сегодня показать последнюю игру. Это очень важно, потому что игра будет... Про красную кнопку, которую ни в коем случае нельзя брать и нажимать. Я нажал. Написано же, не нажимать. Да, пофигу. Ты читать умеешь? Нет. Зачем ты это делаешь? Потому что весело. Хватит нажимать. Я буду нажимать! Ты мне не приказ, красная кнопка. Ты что? Что я? Я нажимаю на красную кнопку. Совсем не понимаешь? Да, не понимаю. Объясни мне, почему я не должен нажимать на красную кнопку? Давай. Написано же. И что, что написано? Не нажимать. А если я сделаю вот так? Хватит. Стоп. А? Остановись. Нет. Не нажимать. Знаешь что? Ты меня уже. Что я тебя уже? Бесишь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, это ты меня начнешь бесить, если продолжишь. Реально бесишь? Не-не-не-не-не. Да хватит. Ты врешь. Уже тыкать. Сколько можно? Тык. Я буду. Тык. Не беси меня. Тыкать. А то замкну. Сколько мне захочется? Ты никак не сможешь. Ты в натуре. Меня. Дятел Вуди. Да пошел ты. Вы, кстати говоря, тоже можете нажать на красную кнопочку под этим видео, чтобы подписаться на канал. Если у вас там серая кнопочка с надписью подписана, то вы огромный молодец. Безграничное вам уважение. Также обязательно тыкайте на лайкосик. Пишите в комменты, какая из сегодняшних игр вам понравилась больше всего. Ну а на этом ролик подходит к концу. С вами сегодня был Фокс Нео. Красная кнопка. Тык. Тык. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok